Хитрый план Коломойского Не я один обратил внимание на малоизвестные обычным гражданам фамилии и названия компаний, но известные тем, кто занимается анализом и прогнозами в глобальной политике. Кое-что я упустил, но дополнительные сведения, как нельзя кстати, опубликовал телеграм-канал Гиперлупа. Ссора Игоря Коломойского и Савика Шустера в прямом эфире шоу «Свобода слова» вызвало много смеха в экспертном сообществе. Перепуганный звонком Савик, характерный Игорь Валерьевич, хамоватый южный прононс по уголовному – точное определение сравнения шустеровской свободы с ботафермой. Есть чему умиляться, если б не это отнюдь не мимишная серьезность озвученных тем и фамилий, выходящих далеко за рамки внутриукраинской повестки. Зрители отметили фамилию Ахметова, что в общем-то не фокус, когда речь идет о проекте на ТРК «Украина». Между тем, за скобками остались куда более значимые имена. А как господин Ослунд поживает? Андерс Ослунд – шведский дипломат, экономист, лоббист и специалист по России, Средней Азии и Восточной Европе. Сколько он получает в Атлантис консул? А сколько господину Фурсе платит Томаш Фиала? А это глава, аффилированная с Джорджем Соросом Украино-Кипрской инвестиционной компании Dragon Capital. Ранее Игорем Валерьевичем в не менее жестком ключе упоминался присутствующий в зале экс-сотрудник аффилированной с ЦРУ консалдинговой корпорации Александр Данилюк, который относится к проамериканской группе Разумкова. Упоминание в контексте украинской коррупции столь громких имен – это вам не угроза перенести вопрос о национализации приватбанка из хозяйственной плоскости в уголовную. Это конфронтация с силами, куда более могущественными, чем украинское государство со всеми его силовыми ведомствами. К слову, Виктор Янукович проиграл именно Ослундам Данилюкам. Последний, напомню, в 13-14 годах возглавлял организацию «Спильно справа», что посетило и вывезло в Лондон земельный кадастр и базу данных Минюста. Так что же случилось? Что толкнуло Беню сыграть во банк, вступив в открытую конфронтацию с сарасоидами, что старательно избегалось как банковой, так и лично Коломойским, вопреки самому жесткому давлению Белого дома? Конфликт в рядах слуг между условными космополитами Разумков, Арахамия, Данилюк и группой Бени. Итог Ялтинского форума – иметь за срыв выстраиваемого Коломойским Минска, аффилированной с Соросом группой Пинчука Кучмы. Скандальное заявление зачитывала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. Возбуждение в Конгрессе США вопроса об импичменте вокруг украинского вопроса частный интерес Игоря Валерьевича с изделом Приватбанка, а быть может успех на выборах в Израиле Бени Ганса, чью компанию якобы финансировал украинский тезка израильской политической сверхновой? Очевидно одно. Публичная стора Коломойского с сарасоидами накануне визитов США президента Владимира Зеленского и встречи с американским коллегой, и, очевидно, повышают шансы Трампа на доступ к украинскому досье Коломойского по Байдену и Буризме. Коломойский показал, что он готов играть на стороне Трампа и прекрасно знает, против кого играет. Личная неприязнь Дональда Трампа, которого в нулевые кинул Беня на несколько миллионов, вероятно сможет подождать, вряд ли им вместе детей крестить. Да и у Коломойского не так много вариантов. В РФ он очень токсичная фигура. С ним никто не хочет иметь дела, а президент России называл его проходимцем. Но в украинском кризисе два глобальных объекта – Россия и США. А значит, можно пробовать договариваться с США. И речь не о том, на какую из двух сторон будет Беня работать. В той драме, что разворачивается на всей планете, Трамповские США и путинская Россия являются ситуативными союзниками как минимум. Ведь если власть в США вновь возьмут глобалисты леволиберального направления, то выход из мирового кризиса будет один. Третья мировая война. Этого сюжета всеми силами пытаются избежать как Владимир Путин, так и Дональд Трамп. И так уж случилось, что на неизвестной никому Украине находится та самая Кащеева смерть демократической партии США. Сегодня демократы инициировали процедуру импичмента против американского президента. У них не осталось времени. Они идут ва-банк. Это не последняя, но одна из самых серьезных битв против глобалистов. Коломойский показал, на чьей стороне он собирается играть. Ведь понятно, что не для украинского зрителя назывались все те фамилии, на которые мы обратили ваше внимание в начале статьи. О том, как разворачиваются события в мировой войне против глобалистов, напишу сегодня чуть позже. Здесь был описан хитрый план Бенни, но и у Трампа есть свой хитрый план. Да, и само отношение к Зеленскому в ООН стоит отдельной статьи. А кроме прочего, Бенни не был бы Бенни, если бы не имел запасной план. В ближайшие пару часов вы обо всем узнаете, если будете читать Пик Информ. Сергей Лебедев, Ник Лохматый, специально для Пик Информ. Хитрый план Коломойского.